Привет-привет, друзья! И я специально так долго давала вам послушать этот колокольный перезвон. И я, вы знаете, специально привезла вас в это аббатство, в мужской монастырь, потому что сегодня я хочу рассказать вам историю такую, моя история, то, что случилось лично со мной, и то, о чём я никак не решалась всё-таки рассказать. Ну вот, по просьбам многочисленным моих подписчиков и моих зрителей, я всё-таки решилась рассказать вам историю о моей клинической смерти. Тема эта, как вы понимаете, необычная очень, и несмотря на то, что это со мной произошло 20 лет назад, я это помню хорошо, как сейчас. Ну, может быть, какие-то небольшие уже детали, вот эти ощущения, они, конечно, притупляются, но тем не менее, я расскажу вам сейчас, как это было, что я чувствовала. Ну, и поэтому, конечно же, я именно фоном для такой серьёзной истории, практически мистической, я и решила вам сделать вот этот вот собор. Да ещё тут и служба идёт, как поют монахи, послушайте, тоже такая гнетущая атмосфера получается, ну, наверное, подходит к моему рассказу. Итак, я расскажу то, что я помню на сегодняшний день. Ну, началось это с того, что после операции у меня была очень сложная операция, когда случился перитонит, когда мой гнойный аппендицит лопнул в брюшной полости, и когда меня спасали врачи, как они говорят, они делали мне вот эту полостную операцию более 10 часов. Вот то, что операция проходила более 10 часов, я, например, понять этого никак не могу. Я не могу даже представить такую ситуацию, как это возможно, если, как говорится, любой рабочий день 8 часов, и то с перерывом на обед, с какими-то перекурами, с какими-то чаепитиями. А здесь что? Неужели же все 10 часов, там, не отрываясь от меня, эти врачи стояли, склонившись и что-то делали? Конечно же, такого быть не может, и значит, что так или иначе они отрывались от стола, они выходили, они отдыхали, ну, в конце концов, даже в тот же туалет. А тогда получается как? Если человек вышел, то он опять должен мыть руки, он опять должен полностью дезинфицироваться. Вот я, например, не представляю, как это все происходит. Я даже не представляю, что может 10 часов длиться операция, потому что человек находится под общим наркозом, оперируемый, в данном случае я. И что там с сердцем, потому что недаром говорят уже давно врачи, что вот этот наркоз, он действует убийственно и на сердечные мышцы, и вообще как-то очень серьезно вредит здоровью. Вот мне было бы очень интересно послушать специалистов по этому поводу. Возможно, есть хирурги среди моих зрителей. Вот что они думают об этом? Вот действительно ли может операция длиться так долго? И что врачи, получается, главные там основные хирурги, они меняются? И что происходит? Сколько там вообще задействовано врачей? Интересно было бы. Ну да ладно. Я рассказываю, что я помню. Как это назвать? Вот мне почему-то кажется, что это даже и не была клиническая смерть, а просто в какой-то момент, возможно, уже мое истерзанное тело, так долго находящееся под наркозом, возможно, что-то тут произошло, я не знаю, но моя духовная оболочка, она отделилась от тела. И я помню очень хорошо. Я не помню своих ощущений, я даже не поняла, что это была я. Да, я уже только потом, как говорится, сложила все эти пазлы своих воспоминаний. Но я помню, что вдруг я вижу большая комната. Я, конечно, не понимаю, что это операционная. Все как в каком-то вакууме. Так вот, знаете, как-то медленно все двигаются, никакого особенно шума нет. И вот я вижу этот стол большой, операционный. И я вижу, что вокруг много людей. Я уже даже не могу вспомнить, то ли пять, то ли семь человек было вокруг. И я вижу женщину. Вернее сказать, что эта женщина, она первым делом мне увиделась. Вот я вижу женщину, и вокруг нее склонились вот эти люди. Они какие-то производят манипуляции. И женщина просто с белой мраморно-мертвецки, белой кожей. И эта женщина абсолютно голая почему-то. И вот они эту женщину стараются усадить на этом столе. Они ее усаживают. А она, знаете, ну вот впечатление такое, что как тряпичная кукла. Она как-то у нее болтается странно голова. И когда они ее пытаются усадить, у нее вот эти вот руки такие тонкие. Они вдоль стола болтаются. Вот как-то, вы знаете, очень-очень мне стало вдруг жалко эту женщину. И я думаю, боже, что с этой женщиной происходит? Что они с ней делают? Она кажется такой измученной. И вот, вы знаете, только после того уже, когда прошло много времени, я вспомнила это свое видение. Я поняла, что эта женщина, это была именно я сама. Вот, вы знаете, в начале я даже не поняла. Такое впечатление, что просто вам показывают фильм. Я даже не поняла, что это я видела себя со стороны. И я слышала разговор этих врачей. Но вот разговор, я не могу вспомнить, что, о чем именно они говорили. Но я очень хорошо запомнила голоса, которые я слышала во сне. Ну и потом, вот то, что меня усаживали, что эту женщину пытались усадить на столе. Но ведь это, согласитесь, не часто бывает, что после операции, да еще когда разрезали живот, почему усаживают этого оперируемого? И меня еще, вот эту женщину, голую, бледную и несчастную, они ее старались как можно сильнее наклонить вперед. Они ее наклоняли, наклоняли и что-то делали с ее спиной. Эту картинку я видела довольно отчетливо. И, как мне казалось, очень долго я видела вот эту картинку. И, вы знаете, мне почему-то как-то вот было очень жалко эту женщину. У меня не было никаких других мыслей. Я даже не понимаю, что это вот, что это была я и что это я была со стороны. Вы же понимаете, да? Я просто помню отчетливо вот эту вот всю картинку. И вот эта женщина очень сильно запечатлелась в моей памяти. с белой мраморной кожей, такая беззащитная. И вот эти ее безвольно болтавшиеся руки по бокам стола напроизвели на меня какое-то очень сильное гнетущее впечатление. И все. И дальше как бы случился провал. Перещелкнуло. И когда я уже отходила от наркоза, в реанимации, когда я пришла в себя и поняла, и почувствовала всю эту боль. Это я вам, друзья, рассказывала. Кто желает, посмотрите. В правом верхнем углу вам всплывет видео. А я продолжу вам свой рассказ. Понимаете, конечно же, что когда я пришла в себя и ощутила эту жуткую боль, не прекращающуюся ни на минуту, и как я себя там отвратительно чувствовала, мне было не до сентиментальностей и не до воспоминаний. И, возможно, я бы, может быть, даже и не вспомнила вот это вот, то, что я видела в своем этом таком странном видении. Но получилась вот такая вот история, что вдруг я слышу, я лежу, мучаюсь, я лежала одна в палате в реанимационной, и вдруг я слышу голос по коридору, идет мужчина, и он громко разговаривает. И я как-то, знаете, сразу навострила уши, и когда он зашел в мою палату, улыбаясь, мужчина, я на него смотрю и говорю. А он зашел и говорит мне, «Ну как себя чувствуете, Галина Александровна? Как вы себя чувствуете?» Улыбается, подошел, взял меня за руку, а я была настолько слабая, что, знаете, я там еле-еле могла говорить. И я ему говорю, «А вы знаете, ведь я вас откуда-то знаю, я вас помню, и в то же время я не могу понять, откуда я вас знаю, кто вы?» А он так заулыбался и говорит, «Ну еще бы вы меня не знаете, ведь я же ваш хирург, именно я вам делал операцию». А потом он, знаете, так нахмурился немножко, призадумался и говорит, «А вообще-то это странно. Как вы можете меня помнить, если вы меня не видели ни разу?» «Только сейчас ведь вы меня видите, я пришел на операцию, когда вы уже лежали под наркозом». «Странно», – сказал мне доктор. Ну и как-то он перевел разговор на другую тему, спросил о моем здоровье, мы с ним поговорили, и он ушел. И вот именно вот это, его какое-то такое замешательство, я стала думать, а для раздумий у меня времени было предостаточно, понимаете, я лежала совершенно одна в этой страшной палате, и я только и могла, что о чем-то думать, себя отвлекать от вот этой вот страшной боли. Ну и вот я помню, что именно тогда вдруг ко мне вот вернулись вот эти мои воспоминания, я же говорю, все стало складываться как пазл. И я в недоумении стала размышлять, а что же это такое, неужели я на самом деле отделилась от своего тела и видела себя со стороны, вот эту голую женщину, а как это можно было мне доказать, вот эти вот свои такие ощущения. И я решила кого-нибудь спросить. Я не могу сказать, что у меня мои мысли были тогда прикованы лишь только к этому эпизоду, странному, вот к этому моему такому воспоминанию. У меня было о чем подумать. Я страдала, во-первых, страдала, мучилась от воли, а во-вторых, я не была уверена, что я все-таки останусь жить, потому что прогнозы были очень неутешительные. Вот. И я переживала очень сильно за свою дочку, которая осталась одна. Тогда мы были с мужем разведены с ее отцом. И у меня тогда, на тот момент, не было просто ни копейки за душой. Вот жила одним днем, от зарплаты до зарплаты, как говорится, никогда не думала ни о каких черных днях, что может что-то случиться, потому что на тот момент мне было 44 года. Я не собиралась умирать, как вы понимаете. Но вот после вот этого случая я немного отвлекаюсь и говорю вам свои вообще впечатления. как тут часто говорят, что просто вся жизнь пронеслась перед глазами и сразу стало понятно, как нужно жить. Понимаете, вот эта фраза, которую мы все знаем, что человек смертен, но он не только смертен, а он внезапно смертен. Вот все мы это говорим, повторяем, но никогда не задумываемся на самом деле, что как-то надо жить так, чтобы не было мучительно больно. Друзья, извините, я отвлекаюсь, я опять иногда ухожу не в ту сторону, но вот вернемся опять же к самому главному, о чем я вам рассказываю. Я решила все-таки для себя этот вопрос выяснить, на самом ли деле себя я видела тогда в операционной, вот эту голую женщину. И когда в очередной раз зашел ко мне меня проведать мой хирург, я у него неожиданно спросила, а почему вы меня усаживали на столе и что вы мне делали со спиной после операции. Вы знаете, он удивился, он говорит, откуда вы знаете? Я говорю, я это помню, я это видела. Неужели же у вас уже отошел наркоз на то время? Я говорю, не знаю, но я вот помню хорошо ваш голос, и я помню, что что-то вы делали мне со спиной на операционном столе и меня наклоняли очень сильно. Он говорит, что да, мы вам хотели поставить дренаж вдоль позвоночника, потому что ваша такая тяжелая полостная операция, она практически очень мало шансов вам давала выжить. Мы хотели, пока еще вы были под наркозом, вам поставить дренаж, чтобы потом через него вводить лекарства. Но вот странно, что вы это помните, странно, что вы очнулись, мне казалось, что вы все еще были под наркозом, и мы специально делали это под наркозом, чтобы вам не было так больно, потому что понятно, что уже когда отошел наркоз, ничего подобного мы бы сделать не смогли. А так мы вот вам поставили дренаж, и теперь любое лекарство, оно попадает сразу непосредственно, и это облегчает лечение. И он у меня спрашивает, вам, наверное, об этом рассказали медсестрички. Я знаю, что вы с ними часто разговариваете. Я говорю, да нет, доктор, я это видела сама, я это видела, как будто со стороны. Он так, знаете, посмотрел на меня задумчиво сказал, возможно, бывает всякое при такой долгой и сложной операции, ну, а возможно, просто из-за того перенесенного наркоза у вас были небольшие галлюцинации, хотя чего только не бывает здесь у нас, сказал доктор, я за свои долгие годы практики очень много всяких случаев наслушался от пациентов. Вот такая история, друзья, сегодня у меня для вас вот такой случай произошел со мной. И вообще, вы знаете, вот это вот очень серьезная операция моя, она разделила мою жизнь на до и после, и многие тогда врачи удивлялись, как я смогла выжить вообще после той операции, где выживает практически 2% пациентов, и люди моложе меня умирали. Вот говорят, что значит не вся еще моя миссия на этой земле выполнена, и что еще мне оставлена жизнь для чего-то, что я еще должна совершить. Но это опять уже философские размышления, по-всякому можно к этому относиться. Я лишь только рассказала ту историю, которая произошла со мной. Возможно, с кем-то были тоже похожие случаи, друзья, было бы интересно и вас послушать, а было ли что-нибудь подобное с кем-либо из вас. Ну, а на этом я свой рассказ заканчиваю. Как всегда, желаю вам всем здоровья, удачи, еще увидимся, всего вам доброго, берегите себя, пока-пока. Музыка.